Друзья, всем привет! В этом видео продемонстрирую вам технику антицеллюлитного моделирующего массажа на примере живота. Какие движения я в своей практике использую и как я работаю с животом. Давайте начнем. Начинаем движение с поглаживания по часовой стрелке. Движения должны быть мягкие, не резкие и предсказуемые, для того, чтобы человек у вас не зажимался, не напрягался, лежал расслабленный. И массаж у вас получалось делать хорошо и правильно. Делаем поглаживание по часовой стрелке. Движения непрерывистые. Следующий прием – выжимание. Этот прием как раз-таки моделирующий. И мы с боковой поверхности, с области талии захватываем и выжимаем в направлении паховых лимфоузлов. От себя движемся очень поверхностно поглаживанием на себя. Захватываем и с двух сторон равномерно выжимаем. Моделируем талию. После чего делим живот условно на три части. Это боковая поверхность, передняя поверхность и вторая боковая поверхность. И начинаем работать с противоположной стороны, то есть с дальней стороны. Сначала мы делаем легкие поглаживающие движения. После чего переходим на более глубокие выжимания. Живот – это одна из самых чувствительных зон. Поэтому человеку может быть достаточно больно. Или может быть щекотно. Поэтому старайтесь усилия добавлять постепенно. Не сразу делать жестко, а сначала легко поверхностно. Потом человек привыкает и вы нажатие на свои руки усиливаете. Выжимание на себя, к животу. Затем выжимание валиком. Захватываем кожную складку и натягиваем ее на себя. То есть к пупку по направлению лимфотока. Если болезненно, складочку берете чуть поменьше и работаете чуть помягче. Погладили по часовой. Дали человеку немного отдохнуть от вашего воздействия. После этого выполняем растирание на этой зоне. Работаем между 12-й парой ребер и гребнем подвздошной кости. Не жестко, но и достаточно глубоко. Разогреваем кожу. Можно двумя руками выполнять этот прием. Работайте аккуратно. Погладили по часовой. По направлению толстого кишечника выполняем эти движения. Стимулируем перистатику кишечника. На кишечнике большое количество органов лимфатической системы. Это сосуды, узлы. А лимфатическая система, как мы знаем, выполняет не только функцию иммунитета, сопровождает, но и транспортную функцию. Она является переносчиком жиров и различных других веществ. После того, как мы растерли, переходим на разминание. Разминаем мы приемами S-образное разминание на уровне кожи и подкожно-жировой клетчатки. То есть мы захватываем складку и разминаем. Не на уровне мышц. Не захватываем глубоко, а работаем по поверхности. То есть немного щипаем. И вот такой змейкой проходим по боковой поверхности. Поднимаемся чуть выше. И доходим до передней боковой части живота. И возвращаемся вниз. Снова на боковую поверхность живота. Движение может быть болезненно. Поэтому сделали 1-2 прохода этим приемом. И выполняем поглаживание и выжимание в направлении лимфотока. После чего это движение можно повторить еще раз. Не агрессивно. Стараемся кожу не рвать. А делать ее более эластичной. Скручивая. И немного растягивая. Снова выжимаем. Даем человеку отдохнуть от ваших манипуляций. Потому что они, как правило, щекотные, либо болезненные. Выжимаем валиком. Следующий прием делается аналогично. Но движения у нас идут на себя к пупку. И от себя к кушетке. Также S-образным разминанием. Работаем на уровне кожи и подкожно-жировой клетчатки. Больно? И опять даем человеку отдохнуть. Следующий прием перекрещивание. Сводим и растягиваем складочку. Сводим и растягиваем. И также прорабатываем боковую поверхность и передне-боковую. Работаем локально на этой зоне. Некоторые люди боятся, что после массажа у них растянется кожа. Но это большое заблуждение. Потому что работая массажем с кожей, мы стимулируем выработку коллагена и эластина. Это белок, который отвечает за упругость и эластичность кожи. Поэтому воздействуя различными растягивающими приемами, при этом усиливая приток крови к тканям кожи, мы делаем ее наоборот более упругой и эластичной. Затем снова даем человеку отдохнуть. И повторяем эти манипуляции примерно 3-5 раз. То есть снова змейка. Змейка поперечная. Перекрещивание. И выжимание. Выжимание валиком. Если вы обратили внимание, то здесь мы видим уже такую хорошую гиперемию. Сделал я всего два повтора. Дальше снова моделирующие движения. И точно так же делаем по второй стороне. После того, как мы сделали вторую сторону, переходим на переднюю поверхность живота. Особенно нас будет интересовать зона ниже пупка. И переднюю часть мы прорабатываем следующим образом. Также поглаживаем по часовой стрелке. На подушечке пальцев можно добавить небольшое надавливание. Это будет растирающее движение, разогревающее кожу, усиливающий кровоток. И далее аналогичными приемами, S-образными. Мы проходим вверх и проходим вниз также. Сначала с одной стороны пупка, затем перемещаемся ниже пупка и проходим со второй стороны. Даем человеку отдохнуть. Делаем поглаживание. После этого поперечная плоскость. Идем на себя. И от себя. Я просто не хочу, что-то... Далее поглаживаем. И также здесь выполняем перекрещивание. Сводим и растягиваем. Поглаживаем. Повторяем манипуляции еще раз. До трех-пяти повторений. Сначала продольная змейка. Поперечная змейка. Перекрещивание. И повторяем еще два-три раза. Затем выполняем обхватывающие выжимания. Моделирующие движения. И после чего, для того, чтобы стонизировать эту зону, потому что часто кожа именно на животе теряет тонус, выполняем приемы вибрации. Выглядят они здесь как пощипывание, потому что удары на живот недопустимы. И мы выполняем вот такие легкие пощипывающие движения. Максимально раздражаем кожу, для того, чтобы повысить тонус. Также можно подкручивать немного. То есть берем складку, подкручиваем и срываем кожу. Заходим на боковые поверхности. Достаточно интенсивно выполняем это движение. Также есть еще один такой прием, но я его называю по-простому гитарный бой. Это когда вы выполняете от себя, стукаете дистальными фалангами, то есть ногтями, на себя подщипываете. Если второй рукой добавить вот такое движение, а этой... Выполнять гитарный бой, то получается такое... Такая вот интересная вибрация. После того, как выполнили вибрации, погладили, сделали еще раз моделирующее движение. Кожа на животе уже очень хорошо гиперемирована. Это говорит о том, что она хорошо кровоснабжается, туда поступают питательные вещества. И, соответственно, улучшается ее внешний вид и эластичность. Пару слов хотел сказать бы касаемо растяжек стрии на животе. Массажем, к сожалению, их не убрать. Стрии можно убрать только с помощью хирургического лечения, пластической хирургии. Но массаж, к сожалению, на стрии повлиять не может. Он может сделать как-то более гладкой кожу в этих местах, но внешний вид, скорее всего, у вас не изменится. Как вы не делали бы массаж? После того, как мы закончили массаж по животу, мы просим человека подышать животом, диафрагмальное дыхание. И небольшую фиксацию в зоне эпигастрия выполняем. Это движение лимфодренажное. Экскурсия диафрагма создает отрицательное давление в брюшной полости, создает самомассаж кишечника. И это благотворно влияет на отток жидкости от кишечника и стимулирует лимфодренаж и в целом оказывает оздоравливающие свойства на весь организм. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео было для вас полезным. Посмотрите и другие ролики на нашем канале. И увидимся в новых видосиках. Пока-пока.